друзья дорогие скорпионы здравствуйте это гадание на апрель 2023 года в апреле 6 числа полнолуние 20 новолуние новолуние причем придет затмением солнечным солнечное затмение в огненном знаке в огне в этот раз обещает сильные перемены в геополитической обстановке кажется так ну а 21 числа следом буквально на следующий день наш любимый меркурий снова станет ретроаградным каждый из вас я думаю уже знает чем лично для него чреват вот этот ретро меркурий то что напишите кстати в комментариях что вот лично с вами случается под ретро меркурием по классической или схеме он заставляет вас напрасно тратить деньги как меня например или может быть что-то такое ну совсем уж оригинальное приносит вам ретро меркурий потому что вот к чему мне готовится я всегда знаю всегда какой-то такой очень стандартный сценарий у меня отрабатывается в эти три недели под ретро меркурием ну вот напишите что вы какие вы закономерности странные или веселые наоборот замечаете но я думаю что переживем если бы ретро меркурий был по-настоящему таким уж такой уж большой трагедией да то мы бы как бы мы справлялись с ним трижды в год у меня будут очень разные карты таро для вас а вот отвечать на ваши вопросы но прежде так так уж сложилось я по традиции для каждого знака читаю какую-то в специально выбранную сказочку его скорпионам достается сказочка веселая здесь есть прям такие грустные есть которые заставляют задуматься а скорпионом я выбрала почему-то веселую но я не просто так ведь не вас и не развлекаю правда читаю я хочу чтобы вы этим эти сказочки вам тоже на какие-то вопросы отвечать вот прямо сейчас пока вы еще не слышали спросите пожалуйста задайте а вопросы вашему апрелю вселенной картам и вот эта сказка на тоже может вам ответить на какие-то вопросы тоже может дать информацию актуально но я на это надеюсь когда вы читает совсем короткой вы не пострадаете гнев супруги муж и жена были женаты более 60 лет и пережили конечно всякое не имели никаких тайн друг от друга кроме одной обувной коробки коробка из-под обуви которую же женщина держала в своей комнате и она предупредила мужа чтобы тот никогда даже не спрашивал ее что это за коробка ну ладно после стольких лет совместной жизни мужчина вообще никогда не думал даже про эту коробочку но в один день и жена его тяжело заболела и шанс доктор сказал что никаких шансов нет на выздоровление ну он она решила что пришло время показать мужу что там внутри в этой коробочке и когда мужчина отворил эту коробочку до которых жена 60 лет от него скрывал одну единственную корочку он увидела в ней две плетеные куклы и 95 тысяч долларов книжка старая поэтому на 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 нынешние деньги давайте скажем так девятьсот пятьдесят тысяч долларов что впечатляет более впечатляющая сумма вот и спросил что это значит когда мы поженились сказала ему жена моя бабушка сказала что тайна счастливого браком в том чтобы не злиться и посоветовала мне когда я разозлюсь на тебя я должна промолчать и сплести одну куклу поняли да смысл старик так разволновался и едва сдерживал слезы ведь в коробочке лежало всего две куклы это значит что все годы жена на него разозлилась за все годы совместной жизни разозлилась на него всего два раза и он испытал огромное счастье дорогая спросил муж а тогда объясни ну с куклами все понятно да а тогда объясни откуда эти деньги о а это деньги которые я вылечь выручила от продажи кукол куколок вот так вот полезная сказка очень кстати очень 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 и теперь начинаем и так скорпион и апрель 2023 года апрель сам по себе плохим он плохим быть не может хотя если мы вот исследуем представим вот этот вот зодиакальный круг зодиакальный пояс да вы понимаете да что для вас нет для большинства скорпионов полярный месяц до мои полярный знак то телец ну для скорпионов скажем так ранних октябрьских это уже такое в общем довольно кризисное критическое время мы всегда помним о том что полярный месяц относительно вашего и полярный знак это всегда время когда вы ну скажем так не в самом не в ресурсе это самое истощающее время года всегда но это скорее до для ранних скорпионов актуально только здесь старший аркан ведь тоненько какая пачечка красивые карты необычные редкие только старший аркан карта задаст тонн и глаз даст основной совет главный на апрель скорпионом что это за карта но император в общем выпадает император так считается неплохой картой хотя считается неплохой но многое зависит от того что вы затеяли в этом месяце сделать видите ли император действительно карта очень карьерная и она хорошо хороша для тех кто дерзать то есть она для хороша для знаков для планов со знаком плюс я сделаю я хочу получить я хочу там добиться и так далее это довольно так многообещающая карта вот если вы с положительным до значением вопроса задавали картам понимаете о чем я говорю то есть например получу ли я новую должность карта это да потому что император это всегда трон положение это всегда какой-то авторитет дополнительный вам приносит и так далее если вы заработаю я в бизнес заработали то юлия в бизнесе например хорошие деньги в это время карта тоже и не уверена но говорит да очень даже возможно особенно если будете играть по правилам если не будете нарушать законы подзаконные акты если не будете там но не знаю полагаться на интуиции если будете рационально и логичные так далее то в общем до прибыли тоже карт денежной так или вы может быть спросили выигрывали я в апреле суд какой-то вот такой вот судебный процесс тоже карта примерно с теми же оговорками на тоже отвечает да то есть понимаете для взрослых карточек хорошая для взрослых скучных часто очень очень с заданными рамками цели вот если у вас в апреле есть такая цель я перечислила да заработать получить должность выиграть суд сдать экзамен может быть какой-то серьезный такой большой продать что-нибудь карта может про сделки говорить опять же про документы тоже законы беззаконие там и так далее вот это вот все вот эта карта хороша но она становится резко плохой даже вот в таком такой позиции мы не переворачиваю даже прим если ваши планы ваши вопросы со знаком минус с частицей не например если вы спрашиваете не в чинят ли мне из когда в апреле не подадут ли на меня в суд то вот эта карта становится для вас плохой и говорит подадут предъявит ли мне другие какие-то законные ну не знаю обвинения претензий там не пришли пришли пришлют ли мне там контрагенты какое-то претензионное письмо например или что то то карта это говорит да пришлют не придерется ли ко мне сильно преподаватель на опять же на экзамене комиссии на экзамене карта до придерется придерется понимаете да то есть вот она очень двойственна на очень вылит великая вот это вот картам и от зависит от хорошей или плохой зависит от ваших притязаний это вашего умения что ли ставить задачи перед вселенной не только перед собой вот пути внимательны но в целом карта до карьерный на как будто бы какие-то возможности вот именно такие статусные для вас открывает в каком-то смысле и это всегда портрет император другое дело что как вы его расцените это ваш портрет вы себя видите на троне в этом месяце или для вас интереснее встретить такого человека покровительствующего какую какое-то уважаемое лицо обязательно с должность император это не просто свободный художник на какой-то пусть и популярный император всегда имеет формальную карьеру какое-то формальное название должности и в общем обязательно имеет правильную правильное место иерархической какой-то такой системе структуре нужно вот поэтому совет искать покровителя какого-то проводника что ли человека который вам протекцию сделает и карта это очень реальная она очень она наверное самая реальная реалистическая в старших арканах то есть она говорит что никакие никакое сейчас на данный момент колдовство вам не поможет разобраться с вашими проблемами и никакие вещи сны вам никакой истинное настоящее не расскажет император велит вам верить только в математику статистику и теорию эволюции и происхождение видов ну что ж мы переходим уже полноценным к полным вот таким вот колодам для скорпионом золотое таро в каком-то смысле если мы попробуем соотнести эту сказочку да и карту император они похожи где-то пересекаются потому что император это и гнев чужой карты описывает иногда гнев или вообще встречу с человеком с которым нужно очень соблюдать субординация образ начальника иногда любимого человека но об этом наверное позже две тройки буквально прям две тройки говорят букву дословно следующее что-то вас сильно расстроит в это время из прошлого вернется но это неизбежно вот эти вот возвращение и печали из прошлого полу забытые или отжившие под ретро меркурием обязательно нас накрывают ретро меркурий же всегда приходит чтобы нам напомнить о том что мы не не доделали пропустили забыли ткнуть носиком и заставить сделать работу над ошибками ответьте вас какой-то просчет из прошлого где-то в ошиблись в отношениях с партнером в любви в братьях брачных делах хотел сказать брачных играх мне нужно меньше читать книжек по залоге и где-то вы ошиблись вот прокололись может быть буквально отчет неправильно на работе заполнили там дебет с кредитом неправильно свели то есть ошибочка ваша из прошлого возникнет и больно больно уколет но жизнь продолжается и нужно все равно продолжать то есть карты просят вас расстроиться дайте себе волю да потому что без этого не не получится дальше двинуться дайте себе волю но все равно продолжайте жизни радоваться засучите рукава доделайте переделать и продолжайте и идите дальше если ваш сам мы отвечаем эти две карты если вы хотите чтобы они на ваш главный вопрос апреля ответили и они отвечают да то есть ваше желание сбудется если вы будете вот именно продолжать если вы ни в коем случае не остановитесь а поводов остановиться будет достаточно например ваше отношение с любимым человеком продолжится обязательно если продолжите их вы а поводов прекратить тоже может быть очень достаточно вот так работа бизнес такие же советы в бизнесе продолжайте хотя обязательно будут поводы достаточные чтобы все сбросить и все послать к черту от всего отказаться но успех ждет тех кто благополучно уверенно все равно будет продолжать так далее еще парочка жезлы тоже смотрите какое цельное гадание для вас то есть очень цельные пары выпадают видите королева жезлов с двойкой жезлов призывает вас прям таки просит хорошо поработать потрудиться заняться делами бизнес у вас или просто работа а может быть вы и а может быть и не тут и не другое может быть вы сейчас например дом строить карты говорят что вот эффективный месяц продуктивный эффективный для того чтобы именно поработать заняться выложиться на полную на чем-то настоять сделать какой-то свой очень правильный выбор в пользу вот этих вот ваших за занятий ваших заданий вот и вы должны себя вообразить сейчас как минимум если вы не готовы вообразить ну вот деловым человеком что ли до постараться карты обещают новую работу если вы сейчас в поиске чем работа будет очень хорошая такая отвечающая вашим способностям скорее не потребностям пока по способностям работа какая-то в общем максимально идет занятость тоже очень хорошо кстати королева жезлов это еще фигурная карта и описывает деловую женщину от которой можно брать идеи с которой можно сотрудничать с которой можно вместе очень хорошо продвигаться но опять же в работе в карьере в других задачах и телах кому-то совет пригласить деловую подругу в бизнес или этот профессиональный проект делать на двоих появление напарницы напарницы ну просто подруги а напарницы то есть женщина с которой что-то интересно будет делать подруга в делах далее так таро кролес ну кстати женские персон почему такие цельные пары видите да то есть никаких разночтений какие по две карты колода выбрасывает одним словосочетанием можно писать смотрите пару мы увидели жрец и жрица вот жрец и жрица когда они по отдельности это чаще всего карты не идут как фигурные фигурные они описывают хотя персональные очень таки персонифицированные правильно да энергии ну часто не не это не очень то люди а вот когда они в паре выпадают это именно люди такое значение является уже главное ключевое то есть посмотрите это пара ну мужчина и женщина хотя для карт вот это вот различие кто мужчина и кто женщина немножко шире чем вот в биологическом смысле для нас да вот это пара мужчина и женщина это часто ваши родители это люди постарше по возрасту по положению по может быть там ментальным каким-то составляющим по интеллекту по духу и так далее вот это пара то есть есть в вашей жизни такая пара ваши родители у кого-то это бабушка с дедушкой у кого-то это дядя с тетей ну такие просто настолько близкие в общем родители или лица их заменяющие как у нас в законах говорится вот внимание к старшим родственникам по делам проблемам не обязательно кстати проблемы часто вот жрец и жрица являются как подобие некого к человеку являются подобие некого джина из бутылки это жрец и добрая фея крестная вот они прилетают и вас спасают ну не знаю деньги вам дают вдруг неожиданно на какой-то жизненно важный проект деньги которые вам в другом месте негде было взять это часто пара учителей тоже почему-то пары вот они ходят связаны между собой ну знаете все зависит от того какой сказочной системы или какой мифологии вы придерживаетесь что вы любите а для кого-то это кощей бессмертный с бабой ягой да для кого-то фея а для кого-то это и баба яга то есть вот посмотрите в любом случае карты описывают какие-то старшие очень мудрые спасительные во многом или как минимум обучающие энергии которые это шанс воспользоваться чужими знаниями чужой мудростью не чужими связями но именно вот опять же это покровительство какая-то история такого очень иногда неосезаемого и непонятного но все-таки покровительство как будто бы вас приходят спасать приходят спасать или приходят научить жизни и вот эту пару таких вот людей важно не проигнорировать важно их действительно заметить и правильно и эффективно воспользоваться вот чужой помощью душой и так далее вообразите себя что золушка да ни на какой балл бы не попал если бы она например эту фею там не заметила или не послушалась бы ее когда-то ее куда-то отправлял поэтому ну что ж у вас в общем картина для скорпиона складывается довольно понятно вас карты просят самим хорошо поработать игнорируя печали видно печали какие-то несвоевременные такие неуместные вас идут вот и а тому кто к тому кто хорошо себя будет вести вот так вот вне сезон абсолютно не к месту как бы явится дед мороз со снегурочкой с полными мешками подарков как всегда понятно но мы продолжаем еще две карты из таро следования ангелом два старших арка смотрите прям одни старшие арканы вам выпадают видите у вас вы вступаете в новую зону ответственности хотите того или нет абсолютно с нуля с нуля прямо точка отсчета это место где вы не наделали еще ошибок потому что вы ничего тут не наделали да и карта повешенный выход на новую работу это идет прям буквально выход на новую работу но это первое допустим значение самое такое популярное то есть первый день на новой работе еще не сделано ошибок еще вы ничего не знаете вы еще себя никак не показали у вас есть только безумное желание себя показать и просто безумие допустим безумное волнение какое-то и вы ноль кстати дурак он же и действительно дурак вы можете быть действительно ноль в заданной теме ноль в заданной профессии или на данном рабочем месте просто ноль просто вам приходится гуглить свои должностные обязанности да чтобы понять чего от вас как бы хотят но тем не менее это смена человеческого качества например тоже некий жизненный экзамен в котором вы стартуете с нуля в новых знаниях или в новом качестве да подтверждаете сертификат и становитесь уже не просто там вот кем-то а уже специалистом приемлемым каким-то так да ну вообще вступление в новую зону ответственности это присуждение какого-то звания какой-то должности какого-то вы знаете назначают когда назначают на должность архиархи важную такую очень дико ответственно например на должность судьи это будут вот эти вот две карты да день назначения но падает новый крест на плечи новая ответственность это хорошо и в то же время лишает человека подвижности и свободы тоже конечно такие крупные карты просят вас и вообще эти все крупные карты просят вас относиться к происходящему максимально серьезно все замечать хотя я думаю что скорпионы самые внимательные люди во всем зодиаке да тем вы иногда говорят поэтому что скорпионы страшные люди а как вы думаете что они имеется ввиду да за этими словами стоит то что вы самые внимательные люди поэтому вы кажетесь другим страшными от вас ничего не утаишь вы все замечаете больше других вот и замечайте пожалуйста происходящее потому что просто очень все так серьезно давище в каком-то смысле и таро цветов советы на десерт два для скорпионы естественно ой шестерка с пятеркой пентаклей и вот они как раз уже в какой-то практическому какому-то значению приводят нас пятерка шестерка пентаклей говорят знаете вам что интересное бери от жизни все да такой естественно известный рекламный слоган был сейчас уже правда запрещенные кое-где компании да вот но в принципе карты как разрешение попадают такой купон талон разрешение вот мы разрешаем пятерка шестерка мы разрешаем вам все взять это месяц из которого вы вполне реальное материальное выносите это выложить разрешение взять деньги например необходимые достаточные вам для достойной жизни это разрешение вообще воспользоваться в том числе и чужими ресурсами вот мы уже видели будут люди знания которых вам пригодятся в меньшей степени но и связи тоже вам пригодятся в общем проще всего про деньги надо сказать да материальный статус в апреле у вас сильно поменяется это шаг пятерка бедность представьте а шестерка это еще не богатство но это момент когда вам начинает хватать то есть это тоже выход на новую работу может быть или выход тут потяжелее карты покрупнее выход на новую работу в другом качестве в новом качестве в качестве например качественно новым специалистом вот если вы могли до этого выйти там не знаю под мастерием да здесь вы выходите мастером потому что вы какую-то инициацию прошли потому что вы задали какой-то экзамен и вот вам явно не хватало денег а дальше шестерка уже может быть тоже не хватает ну ну не так явно понимаете шестерка после пятерки закрывает самые насущные самые практические самые близкие потребности и интересы вот такое гадание для скорпион у нас получилось я надеюсь что оно было для вас полезным и будет я благодарю вас за просмотр и увидимся все и и в и 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